05 16g выносной гейт чтобы уже побольше дуть дальше по мотору низ шатуны облегченные поршня минус 20 кубов лужа башка портинг вал 10 и 5 11 5 клапана тюльпаны также тэшки облегченные здесь все дальше ресивер nfr style ну чтобы проще было располагать чтобы здесь не было двух трубок в 1 коллектор меньше греется от турбины потому что такая балда алюминиевая все здесь дальше генератор от тойота поставлен чтобы стабильнее напруга было да ну остальном чем на по выхлопу 63 миллиметра все полностью а штаны меня на и ждались нет здесь все полностью так скажем самодел то есть сразу выходит 6 от эти уже да вот уже идет а вон она дальше до 3 и пошла до здесь даст гейта небольшая кубочка на сброс остальное все 63 а там чё резонатор глушитель ой глушитель магнофлоу резонатор cbd по моему да ну по выхлопу особо так и не заморачивались главное чтоб хватало потому что до этого первый конфиг был т.д.х. 04 и 51 трассы но маловато было здесь уже решили дуть побольше повзрослее так скажем и пришлось перейти на 63 миллиметра ну понятно коробка до коробка гитрак уже стоит механика да обязательно родная не уйдешь родная две родных было мы в баню а дальше сзади редуктор и передний редуктор уже стальной чулок и задний редуктор был поставлен наперед понятно ну ладно посмотрим как она в деле будет Субтитры сделал DimaTorzok 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 ремонт в полевых условиях специалисты все специалисты собрались главный все советуют больше все стоят смотрят один крутит как всегда мы хотим спуститься вниз но пока не получается и вот сейчас нас мнение разделились или другую локацию искать или поехать на родник так что думаем пока а 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 попал колесе поедете ну что и так у нас всего три машины которые смогли спуститься и сейчас им нужно будет выехать самая интересная глубина снега так не пойдет ну приличная глубина снега здесь не знаю здесь мы на них что-то даже застали ехать ну и смысла нету туда спустились там разворот короче не интересно и три машина сейчас будут выезжать давайте посмотрим как это получится у них а а а а буду сегодня испытывать новую резину купил грязевую вот четвертый день катаюсь 120 шел по трассе не гудит не шумит вообще не понравилось и по льду оттормаживает вот решил сейчас попробовать до 0 8 я травлю и посмотрим как она поедет а а а а а а а а ребята ну как видели да что я на этой резине я вот сейчас сказать сам был удивлен ну получилось вот до 0 8 травился потихонечку заехал там где машина все принципе садятся на пузо я когда туда заехал думал ну все встал потихонечку потихонечку хорошая резина гребет мягкая считаю что я не зря такую резину купил кому интересно за эту резину ссылочки оставлю в комментариях там почитайте перейдите выберите себе все ребят цепляем смотрим соболь самосмотрятельно красавчик вот мощь а супер супер все выезжаем с этой локации едем на родник пить чай самовар сматываемся и выезжаем там покатались но неинтересный маршрут оказался потому что долго били туда максимум три машины спустилась вот остальные стояли ждали сейчас решено едем на родник тут очень вчера ребята пробивали дорогу но ночью была небольшая метель там есть какие-то переметы так что сейчас собираемся колонной едем на родник ставим самовары с родниковой водой пьем ну и посмотрим как все проедут дорога здесь непростая длится несколько километров вдоль поля и вот уже ребята на шкоде кодиак приехали и не могут проехать да нам проехать надо пацаны проехать надо проехать надо да торопимся а вы мешаете давайте это освобождайте дорогу влево или вправо что по клиренсу не прошел? по клиренсу не прошли по клиренсу не прошли мы едем да если требую мне не очень нравится вот специально зимой а делаем т что резину посмотреть как это все будет выглядеть но знаете выборе я не не ошибся и по снегу очень уверенно идет автомобиль натравленной резине там вообще уверенно конечно ниве не хватает клиренса яблоко низко заднего моста надо или колеса ставить не знаю там какой-то либо лифт делать в мире но тоже начинаю что сколько машину не поднимай всегда будет хотеться большего и лучшего даже естественно поэтому с этой резина я пока доволен едет грядет классно зацеп хороший по снегу пока едет на найду пробу можно принципе зацеп есть здесь все хорошо я просто смотрел у ребят у кого мт-шная резина стоит у них и такие широкие вот такие вот она моей резине они узкие но часто идет и как бы пока едет вот сейчас мы там осталось до рыдника не знаю с километра примерно проехать переметы снег метет вот про самоблоки вот которые у меня стоят на производителя в это переднему заднего раздавку конечно они выручают конечно это не стопроцентная блокировка но вот для таких вот поездок и хватает про карданы см профи тоже который устанавливал я за шрузу убрал оставил оставил крестовину русская зима так походу максим до на и суток по моему приехал по мамы карс тоже прилипает и будем пробовать есть такой да под себя под копать не все равно идет 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 пока здесь раскачка то есть вот а и а а и а и и и и и и и и Там пиво с добавочным колёсом сюда идёт. Смотрите продолжение в следующей серии. Пробить. Макс копает. У меня не восстал. То есть резина копает. Всё. Прилип полностью. Китайцы решили меня объехать. Снег реально плотный. Вот поклеим супа выше. Вот Женек здесь пытается рядом проехать. Арсём, ты что, прилип? Нет, что едешь? Там дальше прям вообще жёстко. Суболь красавец, конечно. Вообще красавец. Что у вас? Всё нормально. Откопались. Ясно. Мы остановились и всё и провалились. А я тоже за Максом стал. А там большой перемёт. Там и Макс сидит. Решили бы сидеть. Так, ну вся наша колонна. Вон Невасик, смотрите, едет. Правильный. Вот такой вот. Надо Невасик нам для покатух. Прикольно, да? Вот это тема. Ну что, будем биться дальше, ребята. Здесь вот спуск и как раз посадка одна и перемёт. Переметает. И как раз мы встали в перемёте. Но Макс пока же едется. Да. А там он, видите, где Нива проехал. Нам осталось метров 200 пробить. И поедем. Я думаю, сейчас попробовать стравиться мне побольше. Может быть 0,5. Для интереса. С другой стороны, по клиренсу я не прохожу. Бесполезно. Думаю, сейчас стравимся. Ну, тяжело, Данила. Тяжело. Сдёрнутся, да? Всё, наверное, едет не вас. Присел. Всё, всё. Снег очень сегодня плотный. Сыроватый такой. Колонна вся почти стоит. Ну, этот легендарный УАЗ-то, конечно, он ходит, он едет. Ему всё равно всё. Он его пилот там, вон он. Он ездит. Вот у него колёса нормальные такие. Карбюратор, ребята, и едет. И едет. Мокрый снег. Мокрый. Внизу вода. Дефендер тут. Все стоят. В чём проблема? Мы чё не едем? Я не могу объехать их. Да. Так меня не пускают вперёд, они ловятся куда-то все. Так, решили мы до 0,5, да, строиться? Да. 0,5 будем строиться ближе. Давай, 0,5 пробуем. Это вот эта самая китайская приблода, которая? Да, новый такой. Чё, удобно? Очень удобно, очень удобно. Классная штука. Покажи, как это всё работает. В общем, он так зафиксировался, потом откручиваем мы сосочек. А, ниппель откручивается? Да, ниппель откручивается полностью. Ага. Парта сам зароется, да? Давай, и чё? И получается, вот, вот сейчас посмотрим, да, единичка у нас сейчас стоит. А уже спускаешь? Нет, нет, не страивает. Вот смотри, единичка смотрим, вот так вот спускаем. А, вот. Ну, короче, до 0,5 делаем, да? Да, 0,5 делаем. Ну всё, давай. Думаю, должно оно. Сейчас поедет машина. Наша цель какая? Чай попить. Да, чай попить. Едан, ты взял самовар-то? Вкусняшки там, заварки. Да, всё в машине. Самое главное, травушку-муравушку. Проблема, знаешь, в чём? Меня никто не пускает вперёд. Я бы уже давно проехал. Ты бы уже давно самовар за такими умае ждал бы нас, знаешь? Да, да, да. Баню бы построил, дом, семья, дети. А смотри, вот, все стоят. Да, все стоят. Все стоят. Самое интересное, ветер сильный. Мы проезжаем. Ну, давай, пусть китайцы нас объедут, что ли. Женя тоже дьётся. Всё-таки, блин, уаза мне китайцы, да, где клирес повыше. Прям красота. Мне нравится. Ну, снега много, да? Да. Смотри. Это вот тогда клирес такой, который Нива у нас проехал, да. А так тяжело, ну, очень тяжело. Только лопата. Ну, Макс проехал. Молодец. Да, в принципе, можно вот так идти здесь лучше. Вот так вот взял меня, объехал. И попьёт. Тихонечко по кругу катать, чтобы получится достать. Вот пока едет новое давление 0,5, конечно, интересно посмотреть. Всё, результат. Какое решение у нас? Зацепили за Соболь. Нивой. Равняем клиренс. Потому что, ну, тяжело, вообще тяжело ехать. И холодно замерзли уже на улице. Ветер. Ветер, да. Как будем обратно подниматься, да, Жень? Ну, обратно, я думаю, намного легче будет. Весна же будет. Подсохнет. Ну, да. Вот и вся болезнь Нивы. Какие бы там блокировки вы не ставили, резину. Если по клиренсу не проходите, бесполезно. Вот Соболёк повыше. И всё. Яблоком не цепляет. И привод. Вот в какое место, да? Смотри, какого снега, перемёт какой хороший. Смотрите, сейчас после нас, как машина поедет. Вот Defender. Я думаю, за нами будет легче. Намного легче проехаться. Вот, истоковая Нива дошла. Отлично. Настя, решение было правильное. Моей Нивой прочертить, убрать клиренс. Чтобы все другие смогли проехать. Так у ребят стоят. Какие-то сложности. Или кто-то подсел. Пока ждём, не едут. Движения пока никакого нет. Лёха отремонтировал свой автомобиль. Сделал капиталку. Улучшил двигатель. Довольный, катается. Под жерек. Насколько я понял, установил сзади блокировку родную. Говорит, ездит вообще отлично. Установил блокировку червячную, самоблок, который родной на Митсубиши шёл. На эти модели устанавливался в стоке. Вот, я её поставил. А ты её заказывал, что где-то? Я её нашёл в старом редукторе. Ну, на разборе был редуктор. Состояние было, ну, хорошее прям. Понятно. Просто дифференциал перекинул себе. Главное, пару острелок. Но эффект, конечно, есть, да? Эффект есть. Эффект есть, да. В первую очередь, очень проявляется в гражданском использовании на дорогах. То есть, управляемость, тяга. А в бездорожье, в горке лучше заезжает. Ну, соответственно, она работает подлезо. Ну, да, помогает. Ну, работает только ходом. В диагональной. Да, да, да. Ну, вот винтовые, они так, к сожалению, и работают. Сейчас вот в разработке у нас проект на ВТ, на передний редуктор. Самоблок. Ну, пока только самое начало. Ну, я понял. Ну, ладно, машина доволен? Да, в целом. Ну, это самое главное. Субтитры сделал DimaTorzok. Ну, условия. Дорожка небольшая. Дорожка. Дорожка. А ветер какой-то переметает. Переметает. Ну, с лопаткой придет все равно. Ну, да. Работать. Ну, по крайней мере, наша задача доехать. Самим чай самовара попить. Правильно? У вас вернулся. Вольфсваген. Так, Туарег тоже на буксире тащит, как я понял. Ну, хорошая переметает, очень хорошая. Да, на буксире все правильно. И патрульчик у нас. Ну, все. Едем ставить самовар, кипятить, пить чай. Вот так вот здесь телевизор смотрят. Ой, я люблю сладкое. Скажи, тебе как? Нравится кататься? Нравится. Какая тебе больше всех машина нравится? Ни слова. Федана. Федана, патриот. Ясно. Нивы, чувак, слабенькие, не едут? Да. Да? Стоило сюда ехать? Да, конечно, стоило. Вон там, вон, родник. Сейчас пойдем посмотрим. Чистая, кристальная вода. Вот сейчас самая такая полезная вода оттуда пить. Даже вот умывайся, молодец, лет на 10. Только много нельзя умываться. Вот четыре раза умылся, сразу в пеленки. Снег кушать. У нас сейчас самовар греем, пожарим колбашки, шпикатчики пожарим. Пойдемте посмотрим на родник. Сам здесь не был ни разу. Вот такая дорожечка идет. Ну, ступеньки, конечно. Аккуратненько, аккуратненько. А можно попросить? Да. Все, сейчас отойдем. Давайте мы тогда туда отойдем. Так, вот этот самый родник. Откуда воду набираем, ребят? А, вода из как сделана. Она теплая. Не ледяная. Ну, интересно сделано. И все, в основном, я как знаю, оттуда воду набирают, да? Да. И водичка приезжает. Ну, прикольно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас сделает. Вот еще одни тоже втихаря хавают. Ну, что-то такое, а. Кого не поймаешь, только... Победать не успел. Победать не успел. Глада вон, стул все накрывает, а все втихаря-втихаря жуют. Так, поставьте новую порцию. Самовар у нас уже закипел. Здесь у нас уже сарделечки, колбасочки. Все готово. Всем приятного аппетита. Ребята, присоединяйтесь к нам. Будете кататься с нами. Пить чай. Вся цель приехать, попить чай, да? Не знаю, куда едем. Жестойки. Километров, как говорится, к роднику. Вот такие дела у нас. Километров, как говорится. Подъехал Антоха. Вот у него тоже хорошая резина. Самоблок впереди. Сзади разблокировка. Клиренс хороший. Ну, то есть лифт такой добротный, сделанный. Приехал. Ну, и вот тут, ребята, смотрите. На форде приехали за водой. Тоже набрали воду. Смотрю, буксуют. Выехать не могут. А дайте вот посмотрим, в чем причина. Почему не едет автомобиль. Посмотрим, вот резина какая у него стоит. Ну, и в чем причина? А что, не вошел в холею, блин? Это у тебя МТ-шка стоит? Да. Давай назад. Раскачивают. А у тебя сзади что, электроблокировка? Нет ничего. А, он пустой? Ну, тогда понятно. Сложно ему. Вот, смотрите, МТ-резина какая. Ну, уже, конечно, подстерлась немножечко. Но все равно пятаки крупные. А у меня вот они помельче, поострее. То, что резина новая, наверное. Попили чай, покушали. Сейчас будем направляться назад по этому же маршруту. Ну, думаю, будет нам легче проехать. Во-первых, уже прокатали. Ну, и тут, ребята, уже многие подъехали. Форд вообще сложно проезжал. Не знаю, как он будет выезжать самостоятельно. Здесь, ребята, вон, что-то подломались. Загнули. О, почти дошла, Макс, еще чуть-чуть. Нет, ты просто Макс... Ну, это у вас. Сейчас отремонтируем путем молотка, да? И будем убираться. Макс, хорош, надо. Ребята, все, мы попили чайку, покушали, провели время, пообщались. Самое главное, дети, то есть родители, которые привезли детей, подышали на свежем воздухе. Не за компьютером, по крайней мере, сидят. Леха, кстати, с кем-то сел? Вот. И сейчас выезжаем уже назад. Ну, я думаю, уже проблем не будет. Давление в моих шинах сейчас 0,5. Алексей вроде травил. Шины остались на месте, пока мы не разулись. Вот, клиренс мы сравняли. И сейчас пока вот выезжаем. Ну, не знаю, подождем сейчас, вон там они что-то, какие-то сложности. Но опять впереди идут на шины-то, вон, повыше, чем мы. Сейчас они пройдут в горочку, самое главное. Мне после СОБОЛИ тяжело идти. Да, естественно, после СОБОЛИ тяжело идти. Вот, сейчас мы поехали. Я же тебе говорю, мне после СОБОЛИ тяжело идти. Вторая. Сгончик. Стопы. Ой, там форт, вон. Езжай, езжай, Игорь, езжай. Все, стоим, ждем. Нет, не форт, это китайцы. А, китайцы-то? Ну, это как раз на том месте, где переметы. Крупные. Ну, и все-таки ветер метет. В зеркало покажи, там очередь, да? Ну, очередь у нас. О, тяжело, вот, слышно. Снег мокрый сейчас еще стал. Поехали, Грин. Не отцепляйся. Не, ну так-то что, особо. Ну, да. Но все равно уже два меньше крыльянса. Вот здесь мы и сидели. Да. Здесь это был. С поля наметает сильно. Даже вот сейчас едем, и под нищу слышно, как снег цепляет, шелчая, да, крепеж. Не, ну если остановимся, я думаю, то мы застрянем. Я тоже так вот. Это если не останавливаются, но я думаю... Ну, сейчас. Впереди Женек выехал, да, на Соболе? Да. Вот, китайцы, тащи. Ну, вот, или сейчас... Игорь, ну что, давай отсыпем. Да, 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 давай сейчас вот сюда, на берег вытащите. На берег. Заезжайте, сейчас колонну ход потеряет. Давайте, давайте, двигайтесь вперед. Потому что кто встанет, потом не тронется. Поехали прямо. Ну, тогда поехали. Ну, вот так, ребята, у нас прошли покатушки. Прошли наши покатушки. В принципе, весело. Пообщались, самое главное. Провели время. Пишите комментарии, какая вам больше всего понравилась машина. Вот. Вранива, которая турбовая. Ну, в этих случаях она, ну, не едет просто наоборот. Да, оборот увеличивается, но, к сожалению, нет. По трассе, да, на ней интересно ездить. Ставьте лайки, пишите комментарии. Да, да, там горы. Присканяются тоже в городе. Всем участникам большое спасибо за компанию. Ну, прикольно, провели время, покатались. Сейчас все выехали на трассу, чистим колеса, качаемся и домой. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok